Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Москву на Сапсан-арену. Локомотив против Спартака. Спартак против Локомотива. Знаковое столичное дерби для всего российского футбола. И даже на юношеском уровне это дерби очень принципиальное. Локомотив – лидер текущего сезона юношеской футбольной лиги 2. При этом невольно ему, мы видим, даже чуть-чуть прижали лидера ЮФЛ-2. К своим воротам вот такой удар и хватается за голову один из футболистов Спартака. Хороший шанс. Дмитрий Павлов упускает. Совершенно забыли его футболисты обороны. Принципиальные все, достаточно разные. Но самое главное, что все очень сильные. При этом Спартак продолжает, продолжает атаковать. Батраков не дотягивается до мяча. Достаточно низкорослая, что линия полузащиты, что атака у Локомотива. Это будет по ходу сегодняшнего матча бросаться в глаза. Еще один удар. Снова высоко, снова по центру. Но на этот раз мяч летит в створ ворот. Андрей Ивлев. На этот раз он выше всех. Хорошая связка на левом фланге у Локомотива. Волков-Пушкарев. Волков не так давно признавался, что у них уже классный сыгранный тандем. Пушкарев как раз имеет возможность счет открыть. Коснулся мяча голкипер Спартака. Подробнее о статистике Алексея. Чуть попозже. Какая передача и мяч в воротах. Не разобрались футболисты обороны Спартака и позволили игроку Локомотиву. Пока не вижу, кто это был. Видимо, кто-то из защитников. На дальний эшелон сейчас подключился великолепно. И послал мяч, по сути, уже в пустые ворота. Здесь и защитники не доработали. И немножко с выходом ошибся Александр Игнатьев. Давайте посмотрим повтор. Спартаковцы прессингуют. Сегодня в нападении у Спартака действуют Егор Сысоев и Тимур Ким. Сысоев один из лучших ассистентов Спартака в текущем сезоне. Ким лучший бомбардир. Хороший удар Вадима Ракова. С полулета он пробил. И, похоже, был небольшой рикошет. Первый угловой для Локомотива в сегодняшнем матче. Печом. 11 номер Спартака. И тут же бросают в прорыв Вадима Ракова. По скорости он вряд ли уступит Ананьеву. Раков. Вот шанс для 30-го, Вадим. Замах один. Второй. В итоге подскальзывается Вадим Раков. Но долго он был с мячом внутри штрафной площади Локомотива. Немножко заигрался. Опустил голову на мяч. Испортил атаку. Теперь уже за спину Кондратьева мяч летит. Пушкарев. Бежит на подстраховку сейчас. Дмитрий Павлов. Пушкарев. И мяч улетает на угловой после небольшого рикошета. Мне показалось, что уже падая... Мяч сыграл игрок Локомотива. Мне показалось, что присутствовал здесь толчок в спину. Батраков на перехвате. И успеет Локомотив еще атаку провести. Пушкарев. На левом фланге. Один в один. Денис наверняка попробует сейчас обыграть. Подстраховку у Спартака. Пушкарев. И передача внутрь штрафной. Батраков. Пушкарев. Дальше на Ракова. Ну все сейчас сделали партнеры для того, чтобы Вадим Раков забил 30-й мяч в сезоне. Пока это событие отложим до лучших времен. 1-0. Локомотив по итогам первого тайма. В российской премьер-лиге. Есть история Худякова классная. Есть история Петрова. Есть история многих других. У Краснодара сколько талантливой молодежи уже выходит на поле. Ну и вот подсказали мне большое спасибо. Краснодар выиграл у Чертанова со счетом 3-2. То есть таким счет до финального свистка. И остался таким образом. Краснодар еще чуть-чуть подтянул. Потеря Батраков. И тут же пас на Ракова разрезающий. Это фирменный почерк локомотива в атаке. Раков делает движение вперед. Пытаясь открыться между центральными защитниками соперника. А Батраков, Пушкарев, Мамонов пытаются ему соответствовать. Лысов. Щелкунов. Есть забегание Болдырева. Но пошла передача в штрафную. И выше ворот пробивает Вадим Раков. Шикарная подача от Щелкунова. Вот откуда у него, собственно, столько результативных передач. Вот сейчас тот редкий случай, когда красно-белые на скорости атакуют. Ох, какая срезка! Угловой. Может быть, Митров вовремя не скомандовал защитнику Макару Черкунову. Стандарт заработать. Болдырев очень здорово на ложном замахе игрока обходит. И справа есть подключение Вадима Ракова. Вадим остается один в один с Давыдовым. Убирает его и посылает мяч выше ворот. Тем не менее, аплодисменты на скамейке запасных Локомотива. Если потеряют заветные баллы обе команды, то отрыв Локомотива хотя бы от некоторых команд может даже вырасти. Желтая карточка Митрову за затяжку времени. На предупреждение не скупился сегодня Константин Смирнов. Их было гораздо больше, чем голов и опасных моментов. Локомотив добивается победы. 1-0. Единственный мяч в начале встречи провел Михаил Шахкаламов с передачи Батракова. Поздравляем железнодорожников с этим успехом. Четвертая победа подряд для Локомотива. А спартаковцы второе.